Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня очень важное и при этом короткое видео про учащенный пульс, тахикардию. Шесть причин этого состояния. Проверьте, какая именно у вас причина. Про аритмиизм, про заболевания сердца и сосудов я выпускал уже много видео на моем канале, а сегодня акцент будет на пульсе. Пульс, как известно, это отражение сердцебиения, это частота сердечных сокращений, ощущаемая человеком. При физической нагрузке пульс всегда возрастает, так как увеличивается частота сердечных сокращений для ускорения кровотока, чтобы больше и быстрее донести кислорода до всех клеток организма, что естественно. Но если вы физически поработали, пульс, что естественно увеличился, вы успокоились, прошло минут 5, а пульс до сих пор высокий, то вот это сигнал, что у вас есть проблема, и ее просто надо найти и обязательно исправить. Итак, проблем высокого учащенного пульса основных шесть. 60-70 ударов в минуту для взрослого человека это норма. Когда пульс низкий, это состояние называется брадикардия, а когда пульс высокий, тахикардии. Часто тахикардия вызвана нехватка кислорода в головном мозге и сердце, то есть в двух главных органах потребления кислорода. Первая причина. Высокий пульс может быть при повышенном артериальном давлении, то есть при артериальной гипертензии. Отчего? Первое, это шейный остеохондроз, это защемление сосудов шеи. Здесь помогут специальные массажи, впрочем, об этом я говорил в моей первой части лекции о гипертонии. А во втором видео о гипертонии я говорил о другой причине, главной из которых это сужение сосудов из-за стрессов, а при стрессах сосуды артерии всегда спазмируют. Тогда и идет ответ, то есть компенсация в предотвращении кислородного голодания тканей, поднятием давления для увеличения кровотока через зауженные просветы сосудов, сжатые спазмированными мышцами этих сосудов. Или поднятие давления вызвано атеросклеротическими бляшками и тромбами, которые также, как вы понимаете, сужают сосуды. Итак, смотрите первую и вторую часть моих видео про артериальную гипертензию и пути решения этих проблем. Вторая причина учащенного пульса. Если пульс у вас не постоянно высокий, а только приступами, то высокий, то нет, то причиной могут быть психологические факторы. Это, знаете, некий такой аутотренинг наоборот. То есть воспитание в себе, привычки постоянно нервничать по любому поводу, и как следствие такой тренировки постепенно увеличивается. И давление, то есть повышение артериального давления и, конечно же, учащенный пульс. Вот все эти панические атаки, это воспитанные вами в себе проблемы психологического рода, и тогда вам точно нужен невролог, если вы сами не можете справиться, и взять себя в руки, хотя это не так сложно. Помните, это основные причины учащенного пульса, если вы постоянно нервничаете. А если у вас постоянно учащенное сердцебиение, то есть вне зависимости от того, что вы делаете, лежите, стоите, бегаете, нервничаете или не нервничаете, ну, скажем, пульс у вас более 100 ударов в минуту постоянно, то мы переходим к третьей и четвертой причине. Учащенного пульса это разные болезни, объективные, абсолютно понятные, приводящие к учащенному пульсу. Третья причина, если пульс постоянно высокий у вас. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на Ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом, вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Все. Третья причина. Если пульс постоянно высокий у вас, то, как правило, это всегда увеличение функции щитовидной железы. При, как правило, недостатке йода, обязательно пройдите обследование. И не только УЗИ щитовидной железы, а обязательно сдайте гормоны щитовидной железы. Сдайте ТТГ. Четвертая причина учащенного пульса. Это анемия, малокровие. Проверьте железо и обязательно, главное, ферритин. Об этом было у меня в видео. Дело в том, что сердцу может не хватать при этом кислорода. И, скорее всего, не хватает. И оно, то есть сердце, для обеспечения себя, в первую очередь, кислорода и мозга, во вторую очередь, вынуждено тогда увеличивать частоту сокращения, чтобы хотя бы таким образом увеличить кислород в крови и передачу его из крови в миокард. Проверьтесь, есть такая проблема. Поднимайте железо и ферритин в крови. Как в этом видео все пояснял. Пятая причина учащенного пульса. Некоторые лекарства, например, очень часто применяемые от бронхиальной астмы. Но, разумеется, никотин, алкоголь и иные ядовитые компоненты. Ну и шестая причина, о которой мало кто знает, она, пожалуй, самая частая. И когда вам ставят некий такой диагноз. Не физиологическая синусовая тахикардия, а врачи причину не знают, как правило, хотя она есть, и вот в чем эта причина. И это, как правило, всегда связано с дефицитом калия этого очень важного элемента. Если, скажем, человек просто встал с кровати, и у него сразу же подскочил пульс, как правило, это та самая распространенная причина, причина дефицита калия. А дефицит калия часто бывает у тех людей, кто ест много сладкого и сахара тем более. Или у людей, которые очень много солят пищу, едят много соли. У меня было про это в видео. И соль, соль и рознь. И солить пищу, в принципе, не опасно. И тут нет противоречий. А главное здесь соблюдать баланс между натрием, главным элементом соли, и калием. Ведь соль нужна для электропроводимости, для передачи нервных импульсов. Это очень важно. И здесь как раз проблема бывает часто в обратной связи. То есть от головного мозга к сердцу. Потому некоторым людям, наоборот, соль необходима. Или солевые растворы. Да вы наверняка знаете, что такое физиологические растворы, которые часто применяют, скажем, в реанимациях. Но тут важен, запомните, самый главный баланс между натрием и калием. Попробуйте принимать калий. И если пульс у вас снижается, дело в этом. По крайней мере, в том числе в этом. Как правило, дефицит калия от того, что люди мало едят овощей, много едят сладкого, практически не едят зелени. Скорее всего, много едят мучного, злаков. И тогда калия будет мало, не хватать. А если дефицит калия, тогда сердце будет активнее работать. Оно просто не может успокоиться, ведь сердце успокаивает калий. Мочегонные средства вымывают калий. Калия дефицит может быть по причине дефицита витамина В1. Тогда ешьте хлореллу, спирулину. Там много витамина, в том числе В1, хотя и других группы В. Или можете принимать пищевые дрожжи. Да, внимание, это не термофильные дрожжи, которые чрезвычайно опасны для нашего организма. Особая группа дрожжей и грибков – пищевые дрожжи. Но тогда я советую, чтобы себя обезопасить, выбирать те дрожжи, которые выращены на тростнике. Ну, как известно, дрожжам нужен сахар, но чтобы не было синтетики. Именно по этой причине и по причине витамина В12 и многих других полезных свойств дрожжей, но не активных, дезактивированных дрожжей, само собой, мы ввели в свой интернет-магазин nadgar.ru в продажу вот эти самые безопасные дезактивированные пищевые дрожжи, которые содержат, разумеется, всю линейку витаминов группы В и В1 и В12. Я рекомендую принимать и их, и, конечно, хлореллу обязательно. Это при всем при том, что, конечно, нужно есть больше зелени, овощей, все, о чем я уже сказал. Давайте подведем итог. Что же делать? Первое. Найти вашу причину тахикардии. Или причины, ведь их может быть несколько. И когда вы отбросите невозможное, то, чего у вас точно нет, останутся именно ваши причины. В любом случае надо убрать сахар, сладкое, принимать калий, либо отдельно в виде препаратов калия, лучше в виде цитрата, разумеется. То есть хелатные формы калия в любом случае должны быть. Но что естественнее, есть больше зелени, есть хлореллу, спирулину, принимать витамин В1, ну и, возможно, временно применять калий, когда прям совсем большой дефицит налицо. Обязательно вводить себе физические нагрузки посильные, если у вас их нет. Человек, у которого практически нет физических нагрузок, делает свое сердце более дряблым. И тогда пульс будет увеличиваться даже при незначительных физических нагрузках. Поэтому важны хотя бы приседания, отжимания. Я уж не говорю о беге там. Не все могут этим заниматься, либо более серьезными физическими нагрузками. Но тут важна раскачка. И сердце, и нервные системы все тренируется, когда человек то в спокойном состоянии, то в более возбужденном, но не от стрессов, а от естественных физических работ. Соль важна, не бойтесь ее, но только знайте, какую именно, чтобы не навредить себе. Мое видео о соли будет вам в помощь. Помните о балансе между натрием и калием. Калия должно быть больше. Обязательно нужно дисциплинировать нервную и кровеносную систему. Поэтому надо убрать стрессы. И уж если вы так подвержены им, принимайте седативные препараты, о чем говорил еще давно академик Ланг, но не гипотензивные. Седативные, ту же валерьянку, волокордин, корвалол. Надо пить больше воды, лучше воды с избыточным содержанием молекулярного водорода в ней. Посмотрите, вот это хотя бы мое видео об этом. Дыхание. Очень важный момент. Поверхностное дыхание по методу Бутейка было разработано еще давно, и оно очень помогает, так как расширяет сосуды, поскольку увеличивается в крови содержание углекислого газа до 6-6,5% от общего количества газа в крови, что расширяет сосуды и снижает нагрузку сердца. Или этого эффекта без усилий воли можно добиться на аппарате Самоздрав, который, в отличие от дыхания в пакетике, реально может контролировать количество углекислого газа в крови. Об этом я говорил в своем втором видео о артериальной гипертензии. Кстати, заодно и повышенное, у кого оно есть, артериальное давление будет снижаться при занятии на том же аппарате Самоздрав. При увеличении содержания в крови углекислого газа. Есть еще очень хорошее упражнение. Дорогие друзья, маленькое объявление на несколько секунд. Под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Есть еще очень хорошее упражнение на вдох и выдох. Вдыхаете за 4 секунды, выдыхаете за 5-6. Такую дыхательную тренировку можно проводить помимо занятий на Самоздраве в эти же дни. Делайте такие упражнения два раза в день, минут по 15. Хотя бы 2-3 месяца и эффект обязательно будет. Итак, дорогие друзья, вы узнали все 6 причин учащенного пульса или тахикардии. Вначале поймите, осознайте, постоянен ли у вас высокий учащенный пульс или только он высокий после чего-то, от каких-то факторов, как правило, часто от стрессов, от выдумывания всяких проблем себе, от сосредоточения на этих проблемах. Но есть и причины медицинские. Итак, стрессы стоят на первом месте, на втором дефицит калия, а уже дальше идут другие объективные причины. Советую вам вернуться к началу данной лекции, переслушать ее заново, законспектировать и проанализировать ваше состояние. Для этого нужно вести дневник. Левая колонка то, что кажется, правая то, что точно, ну или наоборот, это не важно. Важно отражать то, что происходит с вами в течение дня и почему. Тогда вы отбросите невозможные причины, останутся именно ваши. Ликвидируйте первопричины, которые привели вас к данному состоянию, и у вас пульс придет в норму. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены, и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.